Я рад приветствовать всех телезрителей и радиослушателей. С вами Бутылкус, личный позывной, радио 3 Павел Леонид Николай. Ну что, друзья, с простыми петлевыми дипольными антеннами из проволоки мы уже вроде как освоились. Я думаю, ни у кого проблем с оптимизацией, настройкой таких антенн нет. Ну и, соответственно, сегодня будем разговаривать про многоэлементные антенны. В чем заключается разница между проводом и элементом с точки зрения MANO-GAL. И, конечно же, создадим в автоматическом режиме антенну UDA-Яги. Да, а почему бы и нет, поговорим сегодня про волновые каналы. Итак, если мы вспомним, чем мы занимались в прошлый раз, то мы увидим вот такую вот замечательную конструкцию. Ну, по большому счету, это антенна из одного элемента, как несложно догадаться. Хотя, наверное, кому-то будет сложно. Проводов три, но элемент один. Дело в том, что у него есть источник питания у этого элемента, и он обязательно замкнут. Он всегда замкнут. То есть, к источнику питания каждая точка этих трех проводов подключена, в общем-то, так или иначе. То есть, провода электрически между собой соединены. А вот вторым элементом, например, может стать, ну, например, вот такой вот провод, четвертый уже в данном случае, который будет находиться вот здесь. Неважно, какую роль он будет выполнять. Тем не менее, вот если вот сюда добавить еще один провод, то это станет вторым элементом. С точки зрения и антенной теории, и, собственно, моделировщика Managal. Итак, давайте полностью по новой начнем создавать антенны, которые будут, собственно, многоэлементными. Сегодня, наверное, самым популярным действительно антенным, скажем так, устройством для одного какого-то конкретного диапазона направленного действия с хорошим коэффициентом усиления, с хорошим коэффициентом направленного действия и подавлением фронт-тыл, ну, конечно же, является волновой канал. Как одна из самых наиболее популярных и одна из самых, наверное, простых в постройке антенн. Однако не все так просто. Конечно, не имея под руками антенного анализатора и антенного моделировщика, мы просто так произвольный волновой канал, конечно же, не сделаем. Если иметь только антенный анализатор, то можно очень долго плясать вокруг него. И методом буквально научного тыка, добавляя элементы, ну, 4 элемента, может быть, мы сделаем волновой канал. Ну, может быть, 5. Максимум. На это уйдет несколько дней уже. Просто подбирая вот таким вот обезьяньим методом расположения элементов и их длину. Вот. Упростить это все можно, конечно же, используя моделировщики антенн. Ну что, поехали. Давайте ради смеха, ради простоты, частоты эксперимента будем настраиваться, ну, наверное, как самый простой, самый популярный, наверное, диапазон для вот таких вот направленных антенн. Это, конечно же, диапазон 10 метров 28 МГц. Здесь длина волны, как несложно догадаться, будет составлять примерно, ну, примерно 10 метров. Поэтому будем оперировать антеннами размерностями где-то метров 5. Ну, приблизительно, конечно. Ну что, частоту базовую мы установили. Давайте в качестве базовой высоты, ну, вот 17 метров это достаточно высокая вышка. Ну, давайте 10 метров, вот так вот. Одна лямбда для высоты подвеса волнового канала это очень даже хорошо. Более того, вот 10-метровая мачта с командно-штабной машиной у меня, в общем-то, прямо в огороде стоит. Так что никаких проблем с установкой вот на такой высоте уж точно ни у кого нет. Ну, и в конце концов, из круглых труб или квадратных профилей, или из уголков стальных, без проблем, 10-метровую мачту или даже башню можно построить вообще как два пальца. Более того, высота 10 метров, например, будет являться даже пол длины волны для 20-метрового диапазона. Так что очень даже ничего для всех ВЧ-бендов можно, в принципе, создать волновой канал на высоте 10 метров. Я думаю, это вполне реалистично, ну и, конечно же, абсолютно, абсолютно, так сказать, приближено к реальности. Будем делать, конечно же, из алюминия, из алюминиевой трубы. Вот. Почему? Потому что, опять же, у нас размерности в метрах уйдут, а антенна должна быть достаточно жесткой. Так что, конечно же, будем оперировать алюминиевой трубой. Ну, допустим, практически в любом сетевом магазине стройматериалов можно найти алюминиевые трубы. Ну, наверное, до любого диаметра, в принципе. И уж тем более, если их состыковывать, там, брать больше и втыкать меньше и меньше, и меньше, то там и 20-метровые, точнее, 14-мегагерцовые для 20-метрового диапазона, создать антенну, в принципе, не так уж и сложно, даже своими руками. Хотя, к сожалению, все меньше и меньше радиолюбителей делают такие антенны самостоятельно. Очень жаль, будем исправлять. Ну что, в общем-то, если мы вспомним, как выглядит волновой канал, выглядит он всегда примерно по одной схеме. Это пассивный вибратор-рефлектор. Перед ним находится активный вибратор, то есть непосредственно вибратор. И огромное количество может быть абсолютно любым, но, конечно, больше 10 смысла особо-то и нет. Но, тем не менее, даже более чем 10 директоров еще пассивные вибраторы, которые направляют излучение вперед, вперед. Ну, во всяком случае, создают предполагаемую диаграмму направленности. Ну что, давайте делать антенны, давайте делать элементы 10-метрового диапазона. Будем строить, если мне память не изменяет по диаграмме направленности вдоль оси Х, они должны быть, да, значит, ну, будем строить по оси Х. Нет, по оси У. Поехали. По оси У. От минус 2,5 до 2,5 метров мы располагаем провод. Ну, в данном случае провод, хотя, на самом деле, конечно же, трубу. Ну, давайте будем считать, что мы делаем 5-метровые элементы из, ну, не знаю, 24 миллиметра. По-моему, есть такой диаметр достаточно популярный. И 2 миллиметра толщина стенки. Очень даже неплохо. Поэтому давайте будем считать, что мы оперируем 24-миллиметровой алюминиевой трубой. Я думаю, что у нас здесь каких-то трудностей не возникнет. Соответственно, радиус мы устанавливаем 12... 15? Ну, пусть будет 30-ка, хотя, конечно, нет, 12. 12 миллиметров радиус. Напоминаю, здесь указывается радиус. Итак, посмотрим. Вот первый элемент нашей антенны. Первый элемент нашей антенны. Далее, на некотором расстоянии от него по оси Х, ну, скажем, давайте произвольно абсолютно на расстоянии, ну, допустим, полметра, полметра, размещаем еще одну, такой же абсолютный элемент. Он у нас будет активным. Вот так. И прямо сюда сразу же добавляем источник прямо в середину провода. Можно, кстати, ради интереса уже попробовать сделать какие-то вычисления. Фига, КСВ-12. Если мы посмотрим реально сопротивление 5 Ом, да. Ну, нормально, нормально. И можно уже посмотреть диаграмму направленности. Вуаля. Мы уже, в общем-то, построили такую антенну. Правда, КСВ очень большой. Ну, давайте попробуем оптимизировать это все. Ну, смотрите, ну, действительно попал даже вот токи какие-то такие достаточно серьезные, если можно так выразиться. Очень даже неплохо. Ну, и что? Вспомним, как можно оптимизировать антенны. На этот раз уже в двух элементах. Это значит, что мы будем использовать независимую, независимую абсолютно оптимизацию для всех, для каждого элемента антенны. Переходим к оптимизации автоматической. Здесь мы снова должны будем поиграть новыми настройками. На этот раз немножечко, немножечко произойдут изменения вот с этими ползунками. Итак, во-первых, проверяем, что диапазон правильный, источник у нас один. Мы делаем монобендер. Соответственно, источники по диапазонам и галочку оставлять, в принципе, можно. Можно снять, хотя какая разница, все равно диапазон у нас один. И в данном случае нам необходимо одновременно согласоваться. Ну, все-таки питать будем 50 Ом. Будем считать, что мы запитываемся на 50 Ом. Да, там есть некоторые нюансы. Там максимальное усиление антенны будет. Есть ли ее активное сопротивление, там, около 25 Ом. Ну, 23 вообще, там, если мне память не изменяет. Около 25 Ом, соответственно, надо делать трансформатор один к двум. Или там как-то хитро запитывать ее. Неважно. Мы будем согласовывать на 50 Ом, вот, чтобы можно было питать через просто элементарный балун. И 50 Омным кабелем. Нам ничего не важно. Поэтому КСВ вот для 50 Ом в настройках, как оно есть, мы оставляем. 50 Ом. И, конечно же, нам КСВ очень важен. Вот прям вот до упора. Но мы не убираем вот эти два ползунка. В прошлый раз, если вы помните, да все прошлые разы, мы обращали внимание только на КСВ. Но сейчас мы будем также обращать внимание на следующие свойства. Направленные антенны. Волновой канал является, безусловно, направленной антенной. Имеет усиление и подавление фронт-тыл. Вот с этим мы и будем играться. Поэтому эти ползунки мы также можем выкрутить на максимум. В данном случае мы получаем, что 33,3%, ну, славно, конечно, по усилению будет происходить оптимизация. 33,3% по подавлению фронт-тыл. И 33%, скажем так, веса оптимизируемых параметров будут вот примерно одинаковые. И, соответственно, автоматически моделировщик нам будет производить оптимизацию таким образом, чтобы и фронт-тыл был нормально, нормальное соотношение, хорошее, чтобы и усиление было побольше из того, что возможно. И, конечно же, КСВ был как можно ближе к единице. Нам это в самый раз. Итак, а что же такое? Вот в чем разница-то между проводом и элементом? А вот давайте посмотрим. Мы берем элемент, и у нас в качестве изменяемых параметров, вот видите, не просто координаты, не длина ширина, там, допустим, да, а сразу же интервал между элементами. Ширина, несколько вариантов здесь есть. Ну, вот можно поиграться и вот этими, и вот этими. Но нас, конечно же, интересует ширина. Если помним, мы по игреку все это дело разместили, поэтому, оп, 5 метров. Отлично. Элемент первый. Первый элемент, если мне не изменяет память, это у нас был рефлектор, то есть пассивный элемент. Теперь активный элемент, элемент номер 2. И таким же образом мы начинаем играться с шириной Y. Вот у нас два 5-метровых элемента. И еще в качестве параметра оптимизации, конечно же, для второго элемента должен быть интервал. Помните, да, мы оставили полуметровый интервал между двумя элементами, и вот он здесь автоматически сюда добавился. Никакой кооперации больше мы не используем. В принципе, по 2 сантиметра каждый из этих элементов оптимизировать можно, это хорошо. По 2 миллиметра будем двигать... Так, стоп. Да, 2 сантиметра. Нет, давайте все-таки по 1 сантиметру, вот чтобы прям вот можно было идеально подогнать. По 1 сантиметру мы изменяем длину, ну, в данном случае ширину элемента, то есть длину каждой трубы. А расстояние между ними, то есть интервал между элементами по буму, расстояние между нашими параллельными элементами, давайте двигать по 1 миллиметру. То есть ближе, дальше, по 1 миллиметру. Нормально, я считаю. Наверное, ну, давайте будем считать, что у нас есть некоторая... Некоторая... Ограничивающая, скажем так, ограничивающий фактор присутствует. Ну, например, мы не можем на участке или на данной мачте повесить более чем, ну, скажем, 5-метровую траверсу, да? Вот давайте и будем считать, что у нас максимум, максимум 5-метровая траверса. Поэтому мы ставим расстояние между элементами не более чем 5 метров. Нормально. Я считаю, очень даже неплохо. То есть моделировщик будет искать расстояние между пассивным и активным элементом. Ну, оптимальное в данном случае вот для данных настроек и для достижения минимального КСВ в диапазоне от 0. То есть они практически в упор будут находиться и до 5 метров. То есть, ну, на расстоянии 5 метров друг от друга. Вполне нормально, я считаю. В данном случае начнется 0.5, ну, и пускай гуляет, это не имеет значения. Ну, и, конечно же, конечно же, вряд ли у нас директор, о, директор, вибратор может быть короче 4-х метров. Это просто для того, чтобы, ну, были какие-то элементарно жесткие рамки, чтобы далеко программа не прыгала. Потому что иногда можно просто исключить, вывести вообще за границу разумного диапазона. Ну, например, там, оставить от рефлектора 10 миллиметров, и тогда он вообще никакого влияния не будет оказывать. И гораздо легче согласовать один дипль получается. Вот, можно сказать, что просто выключится рефлектор из данного расчета. Конечно же, ну, вряд ли рефлектор будет короче, чем вибратор. Поэтому оставляем так же вот чуть-чуть, чуть-чуть минимальный порог ему делаем побольше. Просто для того, чтобы он не, ну, скорее всего, не получился случайно меньше, чем сам... Ну, в общем, для того, чтобы рефлектор остался рефлектором, не превратился в директор. Всё, пожалуй, пожалуй, всё. Можно уже, в общем-то, приступать. Итак, что ещё раз мы меняем? Элемент первый — это рефлектор. Мы изменяем ширину по Y. Сейчас 5 метров, но может от 4,5 до 5,5 метров быть. Директор... Вибратор, активный вибратор. Также ширина сейчас 5 метров, ну, то есть длина, с точки зрения программы, ширина. Длина этого вибратора сейчас 5 метров, но она должна быть не больше 5,5 опять, ну, очевидно. Иначе уйдёт куда-нибудь в диапазон CB. И вряд ли он будет короче, чем 4 метра. Окей. Ну, а расстояние от 0 до 5 метров, сейчас 0,5, должно с шагом 1 миллиметр изменяться. Ну что, поехали и посмотрим, что будет происходить с антенной. Вперёд! И вот мы видим, как поехал, поехал, поехал. Ага. Мы видим, как меняется распределение токов. Давайте добавим немножко масштаба. Ну вот, видите, так получилось, что всё-таки он превратился в директор. Да? 5,02 метра и... 4,72. Да, рефлектор превратился в директор. Ну, так бывает. Это бывает. Но, тем не менее, давайте посмотрим, а что же у нас получилось. Итак, KSV 1,5. Активное сопротивление 30, ну, можно сказать, 35 Ом, в принципе, неплохо. Усиление, подавление фронт-тыл. Ну, и давайте посмотрим на диаграмму направленности. Ну, да, да, вполне себе. Правда, ожидалась немножко обратная история. Ну, окей, окей, почему нет? Давайте мы теперь немножко поправим описание этого провода. Очевидно, что он должен быть больше 5 метров. У нас тут вот было 5,05, по-моему. Ну, давайте сделаем его 5,1. Вот, 5,12. Так вот, да? И давайте попробуем ещё раз что-нибудь вычислить. О, 50 Ом КСВ 2. Ну, немножко реактивность добавилась. Окей. Мы можем точно сказать, что рефлектор вряд ли будет. Ну, обратите внимание, сразу попал куда надо практически. Мы точно можем сказать, что рефлектор не может быть короче 5 метров. Всё, это отлично. Значит, по новой можем немножечко прооптимизировать. Вот, 5,12, да? Вот давайте его в качестве минимального и зададим 5,1. Минимум. Минимум 5,1. Отлично. И, кстати, 2 метра всего-навсего между... Ну, не 2 метра, 1,82 между элементами. Окей. Давайте ещё раз. Сейчас... О, единица КСВ. Всё, отлично. Вот сейчас он немножко поиграл. Поиграл, поиграл. Во, 5,2 метра. Второй элемент на расстоянии 1,819. Неплохо. И диаграмма направленности вот уже действительно такая, какая нам нужна, в принципе. Давайте посмотрим ещё раз. Сейчас произведём вычисление. КСВ единица. Прекрасно. 11 дБ фронт-тыл и 11 дБ усиление. Ну, замечательная антенна получилась. Это очень хорошо, я считаю. Да, вот 11 дБ. И подавление фронт-тыл вот где-то здесь. Очень даже ничего. Вот мы видим, что у антенны получилась очень хорошая такая диаграмма направленности. Вполне себе для двухэлементной антенны очень даже неплохой размер даже получился. Вот если мы ещё раз взглянем сюда, то вот эти вот две трубы по 5 метров, ну, точнее, 4,8 метра против 5,2 метра на расстоянии менее чем 2 метра между собой. Вот и всё. Мы построили только что двухэлементную антенну по принципу рефлектор-вибратор. Вот. Хорошо заметно, да? То есть вот антенна так сужается. Вот. Это вибратор и рефлектор. Давайте добавим директора сюда. Мы уже выяснили, что вибратор будет меньше 5 метров по длине. Да, вот 2,4, 2,4. Отлично. Ну, давайте на расстоянии где-то 2 метра. То есть вперёд вибратора добавим директор, который будет меньше по размерам. Да, видим, как убывают размеры. Меньше, чем активный вибратор. Мы получили вот такую красоту. Отлично, да? В принципе, неплохо. Неплохо. Возвращаемся в оптимизацию. Здесь мы снова можем поиграть параметрами, не изменяя, например, третий элемент. Но это как-то нелогично. Добавляем ещё одну строчку. Элемент номер 3. Интервал мы видим. Обратим внимание. Интервал каждый раз для нового элемента. Вот смотрите. Интервал между вторым и первым элементом составляет 1,18. А вот следующий интервал определяется по номеру элемента минус 1. То есть видим, между третьим и вторым всего-навсего 18 сантиметров. 181 миллиметр. Вот. Это очень важно для того, чтобы не путаться. Мы можем задать в качестве... Мы можем играться с элементом не только интервал, но и конкретная позиция. Вот смотрите. Здесь 2 метра. Вспоминаем, что мы вносили в координату х. 2 метра. Вот. Это абсолютное значение позиции. А интервал это именно от предыдущего элемента. Вот. Играя с этим параметром, вот именно с интервалом, мы можем жёстко задать рамки, например, что расстояние между элементами не может быть меньше или наоборот больше, чем некоторая величина. Это может быть очень полезно тогда, когда мы делаем, например, не монобендер, а, например, трайбендер или вообще какой-нибудь пятибендер. Вот. И когда нам нужно между получившимися элементами на один диапазон размещать ещё другие элементы. Вот в данном случае 18 сантиметров для 20-миллиметровой трубы, 25-миллиметровой, 24-миллиметровой трубы. Вот 18 сантиметров это ещё нормально. А может случиться так, что программа найдёт действительно оптимальное значение, когда, например, расстояние между элементами будет таким, что туда даже провод не просунешь. И при этом это будет работать. Это тоже будет правильно, это будет хорошо. Вот поэтому мы зададим некоторые параметры, когда нельзя опускаться ниже, чем какое-то значение. И, конечно же, очень далеко выносить тоже нельзя. Давайте донесём, занесём сюда не меньше, чем, например, шаг 1-миллиметр. И интервал между вторым и третьим элементом, то есть вибратором и директором первым, не может быть меньше, чем, например, 20 сантиметров. Вот. Это нормально, в принципе, будет. И вряд ли оно может быть больше, чем, ну, 2 метра. Тоже нерационально, да? Если между директором и рефлектором... Между рефлектором и вибратором у нас 1,8, да? Ну, наверное, не очень правильно будет добавлять ещё один там на расстоянии 2 метра. Вот хотим мы уложиться, например, в 2 метра. Ну, конечно же, нет. Кстати, в 2 метра не уложимся. Ну, давайте сделаем... Ну, вот, будем оперировать именно так, чтобы вот у нас радиус поворота был там, ну, условно, 5 метров, да? То есть мы можем сделать бум. Я имею в виду, вообще, в принципе, вся антенна не должна занимать больше, чем 5 метров при повороте, вот, чтобы вот она сильно не выдавалась. Соответственно, где-то по 2,5 метра туда и сюда. И вот 2,5 метра элементы выступают, и по длине бум 2,5 метра. Нормально. Ну, и, соответственно, вряд ли будет больше 2 метров. То есть общая длина антенны составит где-то 7 метров. Вот если посмотреть. Да, в принципе, вот интервал... Сумма интервалов, получается, вот. Не больше 7 метров будет бум. Нормально. И, конечно же, в качестве оптимизируемых параметров, конечно же... Конечно же, ширина Y также является оптимизируемым параметром, потому что нам также необходимо настраивать в резонанс. Вряд ли он будет больше, чем 4,8. Да, вот вряд ли он будет больше, чем 4,8. И вряд ли он будет меньше 4 метров, конечно же. Нормально. Итого, мы играемся длиной всех трёх элементов, как мы видим. Длина всех элементов. И расстояниями между тремя элементами. Ну, это два промежутка между ними, соответственно. Мы играемся промежутками. То есть мы играем всеми степенями свободы, которые у нас есть в антенне. Ну, конечно, можно ещё и высотой поиграться. Это не важно. Поехали! Снова смотрим, как меняется. Вот смотрим. Поехал один. Вот, ток возрастает. Теперь начинает оптимизироваться директор. Оп-оп-оп. И вот сейчас программа сама находит, сама находит оптимальное значение. О! Вот где-то здесь уже хорошо. Ток возрастает, возрастает. Непонятно, где. КСВ. КСВ 1.1. Нормально. Сейчас должно быть уже найдено что-то разумное. Если это возможно, конечно. Ну, давайте посмотрим, что у нас получается. Ну, КСВ 1.2. Ладно, нормально. Ну, можно, в принципе, остановиться. Вуаля! Трёхэлементная антенна. Пуск. Расчёт. По-новому и повторим. Итак, у нас есть КСВ 1.23. Нормально. Минимальная реактивность. Усиление 13 дБ. Логично. Вот нам 2 дБ. Ну, 1.5 дБ. Дала добавка рефлектора. Дала добавка директора. Но при этом у нас... Смотрите, сколько добавилось подавления фронт-тыл. Отлично. 25 там. Ну, пускай даже 20 дБ. Это очень-очень хорошо. В 100 раз подавляется фронт-тыл. Смотрим на диаграмму направленности. Великолепно. Вот оно. Это то, чего мы добивались. То есть, вот-вот-вот здесь вот уже. Во-вот так. Во! Относительно диполя. Вот в этой вот. То есть, сколько здесь получается градусов? Минус 50. Ну, можно сказать 90 градусов, да? Да, вот так вот. Вот от 50 до минус 50. Где-то так. Ну, 90-100 градусов. Мы имеем такой вот сектор. В котором антенна будет иметь шикарное усиление. А с других направлений сигнал уже будет подавлен. То есть, он нам не будет мешать. То есть, хотим мы послушать нулевой район. В Европу мы уже не услышим на такой антенну. То есть, конечно, услышим. Но гораздо-гораздо хуже. И, соответственно, избирательность такой антенны вот по направлению. То есть, диаграммы направленности. Будет гораздо более эффективна. Ну, и, конечно же. У нас есть два лепестка, само собой. Мы достаточно высоко подвесили антенну на одну лямбду. Поэтому здесь формируется вот такой вот вторичный лепесток в диаграмме направленности. Но, тем не менее, тем не менее, он нам никак не помешает. Поэтому 50 градусов возвышения это, ну, не то чтобы прям DX, но нормально. И, конечно, основной лепесток 15 градусов. Это здорово. Вот и все. Ровно так же, добавляя по два параметра, каждый раз мы можем добавлять элементы в антенну. Вот, смотрите. Мы сейчас создали антенну. Общей длиной. Где у нас положение? Давайте посмотрим в геометрии. О, не больше пяти метров антенна. Смотрим, да? От директора. То есть, мы директор размещаем в некой нулевой точке в начале бума. Отступаем 2,62. 2,62. Ну, там, с половиной. 2,62 с половиной метра. Ну, точнее, 262 сантиметра, если хотите. Ну, или 2,624. О, вот так вот будет, наверное, разумно. Тут в миллиметрах есть как-то перевести единицы измерения. Ну, ладно. 2,624. Размещаем вибратор активный. И пассивный директор. Длиной 4,6 метра ровно. Кстати, интересно. Он у нас даже и не оптимизировался, по большому счету. На, опять же, от этой нулевой точки, на 4291 миллиметр. И все. Как мы видим, мы укладываемся в 5-метровый бум с 5-метровыми элементами. Вот. Мы получили такой квадрат 5 на 5, грубо говоря. Ну, не на 5, конечно. На 5,2. Ну, не важно. На 5,2 метра. Достаточно компактная антенна. То есть, 5 на 5. Нормально. Можно это даже поворачивать. Все здорово. Ну, 3 элемента. А хотим больше. А можно ли сделать в пределах 5 метров такую антенну, где, например, появятся 4 элемента? Давайте попробуем. Добавляем сюда на расстоянии 5 метров. На пределе. 5 метров. Еще одну трубу. Очевидно, она не может быть меньше. Может быть равной, но не может быть меньше. Чем такой же директор. Итого, мы получили 4-х элементную антенну. Один рефлектор. Больше и быть не может. Хотя, конечно, можно сделать вот сюда рефлектора еще какие-то. Ну, это фиг с ним. Это уже частный случай. Можете поэкспериментировать. Добавить в качестве рефлектора не просто рефлектор одну трубу, например, а целую решетку. Вот. Можете поэкспериментировать. Добавьте вот так вертикальные элементы, например. Или что-то такое. Значит, ну что, попробуем уложиться в 5 метров. Почему нет? Мне кажется, это очень даже перспективное занятие. Снова возвращаемся. И смотрим, да, сразу мы добавили элемент. Упало. Упало сразу же все параметры. КСВ там поплохел. Да, усиление добавилось, конечно. Но фронт, тыл и диаграмма направленности, конечно же, поехало. Сразу же. Вот. Мы видим, тут опять появляется задний лепесток, ненужный нам. Вот он. У нас здесь излучение поменьше, усиление, ну, конечно, побольше, да. Ну, в принципе, на такую антенну, как ни странно, можно было бы и поработать. Но нас же интересует еще и фронт, тыл. Оказывается, он будет иметь усиление сзади. А нам этого не надо. Конечно, боковые лепестки задавлены хорошо на 20... Вот сколько? На 27 децибел вот в самом минимуме, да? 27. Ну, да, где-то вот там 27 децибел сбоку. Это хорошо, но нам бы еще и полностью тыл на 180 градусов перекрыть. Окей. Возвращаемся в вычисление и запускаем новую оптимизацию. Будем оперировать уже элементом номер 4. В данном случае мы будем оперировать абсолютной позицией. Абсолютная позиция не может быть больше 5 метров. Нафиг. Насмерть. Абсолютно точно. И давайте... Что ли... Вряд ли эта позиция может быть меньше, чем, например, 4,5 метра. Вряд ли. Вот пусть так будет, чтобы, опять же, уместиться в 5-метровый интервал. Вот обязательно. То есть я имею в виду на 5-метровый бум. Вот предел. Кстати, 5-метровый бум это пол-лямбды. Это неплохо. 4 элемента на пол-лямбды, наверное, можно разместить. Годится. Оставляем позицию абсолютную вот такую, какую и есть. Она, конечно же, будет играться. И, конечно же... Конечно же... Играемся для элемента номер 4. Играемся ширшиной. Опять же, по-новой снова делаем его 4,6 максимум. Вряд ли он будет, опять же, 4,6. И вряд ли он будет меньше, чем 4,2. Очевидно. Так что и здесь, в принципе, тоже можно убавить. Там вряд ли он будет меньше, чем даже 4,5 метра. Фиг его знает. Оставим 4,4. Нормально. Таким образом, еще раз, смотрите. Когда мы оперируем интервалами, мы указываем расстояние между элементами. Это то, что будет меняться. Иными словами, если мы сдвигаем второй элемент, только второй элемент, вот играемся его интервалом, то автоматически этот интервал будет добавлен и к конечной позиции элемента номер 3. А вот для элемента номер 4 мы сразу указываем позицию насмерть. Здесь расстояние между элементами значения иметь уже не будут. Это гарантировано. И вот в данном случае, вот, третий элемент действительно может заехать достаточно близко в неудобную какую-то позицию к четвертому элементу. Но в данном случае нас это, опять же, нифига не интересует. Ну что, добавляем снова по 1 сантиметру, чтобы игрался. Ну и по 2 сантиметра нет. Пускай он там по 1 сантиметру играется. С длиной и расстояние, в общем, по 1 сантиметру. Хотя нет, давайте все-таки. Длина ЕГИ, она должна быть все-таки достаточно точно выберена. По 1 миллиметру длина элемента. Снова едем дальше. Получится? Нет. Вот видим, да, сдвигается все. И начинает играться первым интервалом вот этим вот. А сдвигается все. Оп. Вот они, они совпали. Да, видите? И получилось, что у нас совершенно невменяемая вещь получилась. У нас соединились элементы. И они очень хорошо себя чувствуют, да? Да, у нас очень плохой фронт-тыл получился. Но при этом выросло усиление. Вот на сколько? Ну, на 1 децибел усиление выросло. А вот фронт-тыл упал. Окей. Тогда мы возвращаемся сюда. И вместо интервала для третьего элемента, то есть для первого директора, мы также указываем позицию. Вот мы видим, что у нас разница составила 1 миллиметр. 1 миллиметр. Это вообще неправильно. Давайте укажем так, что вот у нас от 4,5 и вот здесь вот до 4,5 максимум. Вот сейчас 5. Можем его унести, например, на 4,2. Это прямо здесь мы сейчас изменили расположение антенны. И, например, от 3 метров. Во, вот так вот. То есть в промежутке 3 метра, 4,5 метра будет находиться директор. А в промежутке 4,5-5 метров на буме будет находиться второй директор. Вот так. Вот с этими степенями свободы, я думаю, мы уже что-то получим. Оп. Пуск. И сразу смотрим, что получилось. Вот. Вот что получилось. Масштаб надо уменьшить. Вот. То есть по факту сейчас будет меняться. Вот видите, да? Меняются отдельные эти координаты, эти координаты. Вот это расстояние одновременно влияло на все, но не до конца. Смотрим, что получилось. Frontback 25. Снова 13 децибел. Ну, как-то это, кстати, как-то нифига. Что-то маловато. 22. Как-то маловато. Но. Но, в принципе, неплохо. А внешне оно, да, внешне оно очень даже неплохо выглядит. Первая позиция 4.99, это второй директор. 4.14, это первый директор. Вибратор на 3.216, на 3.21. Но это как-то слабовато, я считаю. Давайте попробуем интервал. Интервал между рефлектором и вибратором уменьшить. Вот в данном случае он у нас может изменяться от 0 до 5. Это вот неправильно. Давайте сделаем ему максимум 3 метра. 3 метра максимум. Сейчас его отнесем на 1 метр. Оп, видим сразу, как поменялись эти два. Элемента. Вот, видели, да? Вот изменил интервал, изменились позиции. Это нормально, ничего страшного. Ну, от 0 нет. Ну, скажем, от 0.5 метра. Вот это будет правильно. От 0.5 до 3 метров. Ну, и все. И вот где-то здесь, в этом положении, может быть, будет найдена не хуже комбинация. Посмотрим. Дальше, чем 5 метров, вот этот элемент уехать не может. Оп. И вот антенна сама себя раз-раз-раз и начала двигать. Таким образом, на 4.5 метра оказался в пределе здесь. 3 метра. Вот как мы указывали, кстати, в минимальных границах. Это 2.31. Отлично. Ну, правда, фронтбэк у нас получился достаточно тухлый. 16, да? И усиление упало. Ну, давайте попробуем еще поискать оптимизацию. Может быть, что-то даже будет найдено. Вот у нас тут проскакивают значения. Вот в обсчетах. 25, вот был там 24. Нет. 1.6, 13, 19 дБ. Да? Ну, неплохо. Но, тем не менее, мы видим, что диаграмма направленности меняется, меняется каждый раз. Но вот понятное дело, что, оперируя интервалами, мы можем добиться какого-то такого значения. Давайте вернемся тогда к понятиям интервал. Если нас ничего вообще не интересует больше, то, я имею в виду, длина бума нас не интересует, мы можем сделать их абсолютно любыми. Давайте сделаем так, что интервал между элементами, каждый интервал между каждым элементом не может быть меньше, чем, например, ну, 20 сантиметров, да? Не меньше, чем 0,2 метра. 0,2 метра. Интервал между двумя директорами тоже вряд ли может быть больше, чем 0,2 метра. Ну, и вряд ли он будет больше, чем, ну, например, ну, полтора метра. Для четырех элементов, для трех пролетов антенна будет четыре. Не, четыре это много. Ну, давайте 2 метра сделаем. Максимум 2 метра. Интервалы между каждым элементом. Вот так. То есть максимально, что у нас может получиться, это вот три пролета, три интервала. Максимум 6 метров бум. Сойдет. В данном случае, вот при такой настройке, когда у антенны, когда у моделировщика есть достаточно много свободы по длине бума, то есть когда нет каких-то вот таких вот насмерть заданных ограничений, в виде жесткого положения антенны, скажем так, точнее, жесткого положения элементов, он всегда найдет действительно наиболее оптимальный вот для данных настроек антенну. Смотрим. Вот, мы сразу видим, да, вот по степеням свободы, вот один директор подвигал, второй директор. Вибратор начинает двигать, потом снова директора. Вот, видимо, где-то здесь что-то более-менее оптимально найдено. Да. Что-то, что-то нашлось. Правда, КСВ маловато, по-моему. Да, КСВ 1.9. Вот, 25, 13, 33. Неплохо. Вот фронтбэк, вот по сравнению с тем, что было, да. КСВ лучше. Вот он, тэц, тэц. Видим, да, КСВ улучшился заметно. Заметно на 5, на 6 дБ, можно сказать. На 6 дБ выросло подавление фронт-тыл, чуть-чуть упало усиление. Ну, в принципе, это неплохо. И самое главное, что у нас антенна получилась в 4,18 метра всего-навсего длиной. Неплохо, неплохо. И диаграмма направленности вот такая вот, вполне себе, очень даже живая, я считаю. Кстати, странно, что... А почему у нас так получилось? Ну-ка, проверим. Длина 4,57. Длина 4... Нет, всё нормально. Каждый новый директор короче последующего. Точнее, предыдущего. Всё нормально. Длинный, покороче, покороче. Ещё покороче. Я имею в виду, смотрим на длину. В принципе, честно. Очень даже неплохо. Расстояние между... Между этими элементами почти 2 метра. Ну, слушайте, ну интересно. Может быть, всё-таки достаточно далеко должен находиться рефлектор. Давайте попробуем немножко освободить... Освободить... Освободить вибратор. Давайте добавим степень свободы до 2,5 метров. То есть до четверти лямбды, грубо говоря. До четверти лямбды может быть между рефлектором и активным вибратором. Может быть, это что-то даст... Ну, во всяком случае, КСВ поднимет или активное сопротивление. Посмотрим. Мы дали сейчас чуть больше свободы. Мы добавили, возможно, полметра в антенну. Добавили чуть-чуть свободы. Сейчас посмотрим. Нет. Так он и остался на месте. 1.92. Ну, тут снова чуть-чуть, значит, поигралось. Фронтбэк опять же. Ну да, тут всё вернулось. На круги свои. И давайте попробуем немножечко передвинуть. Может быть, здесь. Например, на 2,2 метра унести. Вот чисто так, чисто ради интереса. А там уже посмотрим. Нет. Обратно ползёт к своим. К своим 1,9. Нет. Всё-таки за 2 метра вылез. Фронтбэк вот проскакивает. У нас больше 25 метров СВР. Ну, КСВ. Неплохо. Хорошо, хорошо. Вот мы опять. Прям вот 4,2 метра. Смотрите-ка. Прям 4,2 метра. Ну, слушайте. Ну, наверное, можно в пределах 5 метров добавить ещё один. Наверное, можно добавить ещё один. Для того, чтобы бум у нас действительно укладывался в 5 метров. Слушайте, ну... 5 элементов на длине поллябды уложить. Я считаю, что это очень неплохо. Давайте попробуем. Добавим ещё один элемент. Мы видим, как вот возрастают токи по направлению... К основному направлению излучения. Ну, конечно, не учитываем основной вибратор. Хорошо. Лепесток задний совсем убран практически. КСВ приемлемый. Подавление фронт-тыл. Неплохо. Неплохо. Но это неплохая антенна. Давайте попробуем добавить ещё один элемент. Почему нет? Войнот, как говорится. Добавим... Посмотрите, как интересно у нас. То, что было первым вибратором превратилось во второй... Первым директором превратился во второй директор. У нас провода местами поменялись. Ну, неплохо. Почему нет? Давайте около 5 метров. Около 5 метров. Опять же, в базе. В базе. Так, предположительно. В базе около 5 метров. И, да, мы видим, что вот расстояние по Х на 2,7 от 0 у нас получается, значит, сколько там? 4,57, да? А здесь у нас 4,2 и 4, там... Ну, 4,5 метра, грубо говоря. Значит, здесь у нас будет где-то 2,20... 23, фиг с ним. 2,23. Здесь нам просто полезно будет чисто обозначить. И, опять же, здесь 2,23. Это нам нужно просто для того, чтобы обозначить вот, что провод номер 5, провод номер 3 и провод номер 4. Ничего страшного. Почему нет? Здесь главное потом просто не наколоться и записывать все очень четко и красиво. Ну, что, добавляем снова, снова. Пятый элемент. Пятый элемент. Элемент номер 5. Опять же, интервал с шагом... Ну, фиг с ним. Пусть будет 1 миллиметр. Вряд ли он может быть больше, чем 0... Меньше, чем... Ну, 0,2. Опять же, как у нас оно и было. Ну, и давайте будем делать, чтобы он был не дальше 1 метра. Потому что, вот, вспоминаем, у нас там 4,2 метра, да? Вряд ли нам есть смысл делать больше, чем... Вот сейчас он, получается, 0,8. А больше, чем 1 метр от предыдущего элемента нам не надо. В принципе, неплохо. Ну, и, конечно же, поиграем все его длиной. Снова... Ой. Снова элемент. Элемент номер 5. А играемся мы... Да что ж такое-то? А играемся мы длиной. Указываем ему, вряд ли, что он будет больше 4,5. Ну, и вряд ли он будет меньше, чем 4 метра. Пойдет. Поехали. Снова смотрим, что у нас будет меняться. Что-то, что-то по-любому сейчас начнет двигаться. Вот. Вибратор начинает подгонять сопротивление. Мы видим, что распределение токов неправильное. Сейчас. Вот. Должен сейчас начать... Такую игру, что ток должен возрастать по направлению излучения. Не очень получилось, я так понимаю. Сейчас фиговато будет. Хотя, ксв-единица, появилось усиление, но фронт-тыл слабоват. Зато усиление выросло. Диаграмма направленности, да. Вот у нас задний лепесток появился такой достаточно мерзотный. Ну, а в основном направление от 15 градусов уже свыше 14 dBi. Ну, это где-то больше 12... Да не больше, а 12 децибел. 12 децибел и излучение. Очень даже хорошо. 4,46. Неплохо. Давайте мы пожертвуем. Знаете что? Вот у нас почему-то он на усиление в основном оптимизировался. Давайте мы на усиление забьем. Хотим сделать антенну в первую очередь сильно направленную. В данном случае мы уберем оптимизацию по усилению. Ну, не совсем, конечно. Пусть оно остается нормальным, а иначе вообще черт знает, что получится. А вот фронт-тыл подавление нам нужно максимальное. Давайте посмотрим. Нет, не удается, да? Значит, при таком интервале не удается достичь ничего путного. Давайте попробуем ради интереса переместить... Переместить пятый элемент поближе к четвертому. Это просто для того, чтобы сбить... Сбить какую-то базовую настройку антенны таким образом, чтобы с токами немножко легче стало играться с моделировщиком. Мы видим, как фронт-тыл возрастает. Где-то падает, где-то возрастает. Может быть, удастся добиться чего-то более-менее вменяемого. Нет, не удается. А если попробовать оптимизировать, например, на оборот, на усиление... Ну, можно в конце концов убрать пятый элемент и все. 14.1. У нас там 14.3 был, да? 14.26. Ну, вот, возможно, что можно добиться чего-то лучше, чем 14.26. Вот мы видим, как фронт-тыл падает, а вот стараются подобрать усиление. Вот 14.2. Зато каисвые единицы практически для любой конфигурации. Очень хорошо, но, к сожалению, антенна не очень эффективная в данном случае получается. Вот 14.3, вот какой-то максимум уже приближается. Вот 14.5. То есть, видите, да? Играя с настройками оптимизации, мы можем указать, а какой параметр нам действительно оптимизировать. Дело в том, что у... Я даже сейчас на графике покажу. Дело в том, что у волновых каналов ни в одной точке сходятся одновременно две характеристики усиления и подавления фронт-тыл. Они отстают, по-моему, если считать вот это вот какими-то полярными координатами или чем-то таким. Ну, да, кстати, обратите внимание, вот максимум пол децибела мы можем выиграть, просто добавляя пятый элемент. То есть, на самом деле, больше чем пять элементов уже смысла нет делать. И уж тем более для таких больших антенн. Не удается. В принципе, можно остановить. Давайте рассчитаем. И вот я сейчас на графиках покажу. Смотрите, усиление фронт-тыл. Мы видим, да, что они нифига не одновременно растут и нифига не одновременно убывают. Смотрите, да. То есть, там, где растет усиление, вот предел, вот потолок 14,5, то подавление фронт-тыл вот от 10 децибел начинает расти, 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 расти. И растет, даже не знаю, куда, ну, куда он вырастет. Во! До 20 децибел вполне себе способно вырасти, но только очень-очень высоко. При том, что усиление, ну, пол децибела, конечно, упадет. Вот. Это ерунда, в принципе. Возможно, кстати, да, еще не удается этого достичь. Возможно, из-за того, что у нас длина основного вибратора достигла некоторой минимальной точки. Потому что... Нет. Ага. У нас длина рефлектора достигла минимально возможной точки. Вот почему не удается найти. Вот, видите, вспомнил я вот про такой интересный момент. Видели? Не удается найти вот какое-то тут такое вот оптимальное значение. Где-то что-то не так. Оказывается, у нас слишком длинный рефлектор. Вот и все. Вернем обратно настройки и снова поищем. Вдруг что-то удастся. О, смотрите, вот фронтбэк начал расти, да? Сейчас, в конце концов, до 12. О, до 12 децибел дошло. А ксв все так же единица. Нет, диаграмма направленности все такая же дрянь. Зато фронтбэк удалось немножечко подразрулить. При этом усиление даже достаточно неплохое. Особенно неплохое усиление. Но, тем не менее, тем не менее, это слабовато. Более того, при излучении отсюда мы даже будем получать усиление. Как ни странно, это не совсем правильно. Но, тем не менее, мы вот очень даже неплохо все построили. Еще вот я смотрю, слишком большой ток на директоре первом. Это, наверное, опять же, связано с тем, что он достиг какой-то... Третий элемент. Да, что он достиг максимальной величины. Максимально возможной величины. Давайте мы сделаем тоже 4,9 предел. 4,4 нормально. 4,44. Давайте тоже здесь сделаем так же. Максимально для пятого элемента 4,6. Это, скорее всего, даст нам чуть-чуть больше степеней свободы еще. Нет, тут надо сразу, опять же, немножко расстроить антенну. Для того, чтобы... Для того, чтобы оно... Давайте вот так вот сделаем. И немножечко изменим. 2 метра. 1 метр. Сейчас мы создадим антенну довольно дурацкого размера. Но, тем не менее... Давайте так вот... Полтора... 1,5, да? Полтора... Здесь нормально. Здесь тоже не очень понятно. 0,5. Этакая... Ну, полу-логопериодическая антенна, скажем так, да? Давайте отказ и посмотрим, что у нас получилось. Да, нет. Не полулогопериодическая антенна, но тем не менее. Все, опять отскочило. Все, что я делал... Чуть-чуть подрастроим антенну. Чуть-чуть подрастроим антенну. Фиг с ним. Давайте сделаем здесь 1 метр. 1 метр. 1 метр. 1 метр. Почему интервал не больше, чем 1 метр, опять же? Ну, давайте сделаем 2 метра. Может быть, из-за того, что у нас пятый элемент слишком близко располагается. В конце концов. Вот так. И поехали. Посмотрим, что... Вот, антенна у нас более-менее ровно была распределена. Сейчас она, опять же, по новой сама себя оптимизирует. Смотрим. То есть, иногда можно начать с нуля, скажем так. Угу. Где-то какой-то элемент вот был найден удачно. Оп. И вот мы видим, как вот по мелочи, по мелочи, по мелочи антенна сама себя настраивает. Очень классно. Очень удобно, эффективно, интересно наблюдать вот за такими вот процессами. Я так понимаю... Да, сейчас вот сопротивление антен... Моделировщик подгонял сопротивление. Кстати, фронтбэк сейчас 15.6. Маловато. Таким образом, кстати, мы очень даже неплохо убедились на... Буквально вот смотрим, да? 15.6. 16. Вот. Можно смотреть сюда, можно смотреть вот сюда на последнюю строчку. А можно на вкладке вид смотреть результат последнего расчета. Это как хотите. Расчет может иногда длиться даже часами. Внезапно. Не получается, не получается. Поэтому давайте мы просто к чертовой матери уберем один элемент. Он нам нафиг не нужен. Дело в том, что мы добились очень хорошего результата. Еще раз пуск. Во! Смотрите-ка, как хорошо получилось. Мы просто убрали пятый элемент. И получилось, что сразу фронт-тыл. Фронт-тыл. У нас здорово подпрыгнул. Да, мы потеряли примерно полтора децибела усиления. Но это сейчас антенна не настроена. Мы ее сейчас еще чуть-чуть подгоним. Но у нас сразу же фронт-тыл, диаграмма направленности улучшилась. Очень даже честно, я считаю. Вот мы убрали пятый элемент. И к черту его. Но с четырех элементов практически 25 децибел фронт-тыл и 13 децибел усиления. Я считаю, что это неплохой результат. Вот, пожалуйста. В принципе, четырехэлементную антенну можно собрать своими руками. Просто вот, используя моделировщик. Ну вот. Очень условно. 13 изотропных децибел. Ну, можно сказать, 11. Давайте так вот. Просто для ровного счета. 11 децибел усиления. И 25 фронт-тыл. Ну, это же круто. В данном случае... Да? Да. В данном случае... КСВ единица, обратите внимание. Ну, куда нафиг. Вот. То есть, и подавление у нас срога 180 градусов. Очень мощное подавление на боковых лепестках. Тут вообще с 20. И хорошая направленность. Вот. На 15 градусах. Там, на 14. Дальше начинает падать. Ну, вот. Вполне себе. Вот. 15 градусов. 13 децибел. ДХ-вая антенна абсолютно. И плюс еще вот на каких-то средних трассах. С излучением под 50 градусов. Тоже там. Ну, около 9 децибел. Очень хорошая антенна получилась. Я считаю, что вот... Результат трудов наших, так сказать, он более чем... Более чем прекрасен. Вот. И все. И теперь мы прям вот готовым... Готовой вот этой вот моделью можем пользоваться. Вот у нас есть волновой канал на диапазон 10 МГц. То же самое. Абсолютно то же самое. Мы можем сделать для любого другого диапазона. Это не так сложно. Это очень легко и просто. А, кстати, да. Почему на самом деле используется вот 25 Ом? Штука в том, что... На сопротивление между элементами... На сопротивление между... На сопротивление антенны активное... Очень сильно оказывает влияние расстояние между элементами. То есть, чем меньше расстояние между, например, рефлектором и вибратором... Тем меньше будет активное сопротивление. Да, растет ток. Логично. Закон Ома. Логично растет ток. И... Совершенно логично. У нас получается более компактная антенна. И возможно добавить больше элементов. Ну, давайте просто ради интереса, просто ради интереса... Сейчас забабахаем антенну 28. Давайте 25. Вот, условно, есть у нас возможность некоторая какая-то абстрактная сделать. Трансформатор один к двум понижающий. Понижающий один к двум. И запитать 50-омным кабелем. Опа. Да? Да. Давайте посмотрим. А что же у нас получится? Ну-ка, вот тут еще раз, значит, КСВ-2. Неудивительно. В два раза сопротивление изменилось. Фронт-тыл. И усиление запоминаем, да? Запомнили? Отлично. Расстояние трогать не будем. Нормально. Все честно. И ради, 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 ради интереса смотрим, значит, координаты X последнего элемента. 4,94. То есть, вот, 5 метров. Посмотрим, насколько уменьшится бум, траверса, в общем, длина самой антенны как таковой. Вот, 5 метров. Посмотрим, уменьшится она или нет. В результате оптимизации с теми же самыми параметрами, но и измененным сопротивлением. Смотрим. Сейчас сопротивление должно будет падать. Почему вибратор не отъезжает назад, не знаю, но, наверное, уже отъехал. Вот, смотрим. О, 4,5. Вот. Едет назад, едет назад. И вот сопротивление, вот, 25 Ом. Уже вот где-то 25. 4,6. О! Отлично. Давайте посмотрим, что у нас получилось. 13,5 дБ. 25 фронт-тыл. Итого, мы выиграли усиление. Вот, если сравнивать с тем, что было. Мы выиграли усиление. Больше, чем пол-децибела. И сохранили фронт-тыл. Поняли прикол? Просто за счет того, что мы изменили сопротивление активной антенны. И, соответственно, антенна сама по себе у нас получилась компактнее. Компактнее. Расстояние полтора метра между рефлектором и вибратором. И последний директор. Ну, мы практически, ну, не полметра, а 30 сантиметров антенны мы выиграли. Видите, прикол какой? Вот это и оно. 2,6. Полтора. Ну, да, где-то так. В принципе, неплохо. 2,6. Кстати. А, интересно. Не понял. Здесь у нас ровно 2 метра. Вот здесь вот, если посмотреть. У нас расстояние между элементами ровно 2 метра получилось. Это потолок. Давайте-ка попробуем. Здесь же 2 метра потолок был, да? Вот он. 2 метра потолок. Интересно. А давайте попробуем его унести. Во-первых, на 1 метр сразу. А во-вторых, выигранное. Выигранное вот эти полметра. Ну, не полметра, а 40 сантиметров. Давайте мы вернём в антенну и попробуем. Может быть, что-то изменится. Может быть, там вот в те же самые 5 метров. Но, изменив по факту только сопротивление. Может быть, мы сможем что-то ещё поинтереснее добиться. 26 децибел я видел. Проскакивало фронт-вилл. Ну, опять же, поиски будут достаточно долгими. То есть, я добавил возможность антенне. Вот, если посмотреть сюда, вот 4.4, да? Я добавил... Чё, вот так? Я добавил возможность. Хм. В результате получилось ещё компактнее. Максимально... Идеальный угол максимального излучения 14.4. Всё те же 13 децибел. Всё те же 25 децибел фронт-тыл. И при этом антенна уложилась уже в 4,5 метра по траверсе. Получилось даже компактнее. Я, вообще-то, ожидал немножко другого результата. Но, тем не менее. Вот так, друзья мои. То есть, можно одновременно управлять огромным количеством элементов. Подгонять их под любое сопротивление. Вот красота какая. У нас, в общем, вот такая антенна получается. Вот. И изменяя сопротивление. Изменяя расстояние между элементами. Интервал между ними. Или абсолютные позиции. Вы можете играться через абсолютные позиции. Это не имеет какого-то существенного значения. Можно добиться построения антенны, которая будет прекрасно работать. Более того, шестиэлементную антенну я в автоматическом режиме создавал именно в данном антенном моделировщике. На диапазон 2 метра. И знаете, что я вам скажу? Без дополнительных настроек. И даже с учетом каких-то погрешностей, которые имеет рулетка. Ну, очевидно. Расстояние между элементами и длинными элементами-то надо замерять. Значит, введя реальные параметры, правильные параметры. На 2-метровом буме я разместил 6 элементов антенны. Которые оказались оптимизированы под 75 Ом. Просто потому, что у меня такой кабель. Под 75 Ом. И после подключения к антенному анализатору нано-ВНА я увидел КСВ 1.0.1. На высоте 3 метра. То есть я на палку ее прикручивал. Вот на брус 3-метровый. Прикручивал, втыкал в забор. Ну, понятно, что высота подвеса больше, чем лямбда, получилась. Вот, значит, КСВ 1.0.1 на 75 Ом. И самое страшное, у меня транссивер, приемник, затыкался. Сильно прям затыкался. Даже шумодав начинал уже сходить с ума. От силы излучения принимаемого, собственно, сигнала. Такая фигня. То есть возникала перегрузка. Он не знал, на какой частоте открываться. Вот, и получалась такая вот ерундень. То есть я вот именно вот этим методом на 2-метровый диапазон создал антенну. То есть на 144 МГц. Из 8-миллиметровых трубок на 2-метровом буме. Можете попробовать сами для себя вот так же поиграться. Ну и, пожалуй, в принципе, на этом можно и завершить. Давайте я вот для... Красота же, да. Давайте я для, скажем так, для красивой картинки запилю трехмерную диаграмму направленности данной антенны. Ну что, очень даже неплохо, я считаю. Ну, вполне себе честно. Вполне себе красиво. Конечно, конечно. Ну, если есть возможность. Ну, тем более, она есть. Это такая возможность. На 10-метровый диапазон, ну, конечно, 5 метров это вот то, что надо. Наверное, даже 7,5. Кстати, давайте ради интереса посмотрим, как у нас изменится. Изменится ли что-нибудь и как оно изменится, если мы, например, повесим на 7 метров, а не на 10. Неплохо диаграмма направленности. Вот у нас начинает пропадать лепесток. Так. А если мы повесим на пол лямбды? Усиление упало, видите, да? Кстати, высота... Вот вам высота подвеса для Яги. Влияние на... Больше, чем децибел, короче. Влияние на усиление. При этом фронт-тыл остался таким же. А вот лепесток вот этот верхний, он пропал. Правда, излучение основное. Вот 12 децибел. Угол излучения изменился, как видите. Такой вот прикол. А если поместить на 15 метров... Зато у нас появляется третий лепесток. Я... Мысль уже не успевает. Я просто настолько с манной свыкси как-то в свое время, что делаю все гораздо быстрее, чем успеваю сказать. А если мы поднимем еще на четверть длины волны... Нет, еще на пол длины волны, у нас добавится и четвертый лепесток. Смотрите, добавляем 20 метров, то есть 2 лямбда уже высота. Обратите внимание, усиление продолжает расти. Оно растет, растет, растет. Вот. И у нас добавляется уже четвертый лепесток. Зато основное усиление у нас получается в направлении при возвышении 8 градусов. Это уже все. Это супер-ДХ антенна. Представляете? Красота. Вот так. А для 5 метров, да. Тут один лепесток. КСВ единица. Обратите внимание. Во всех случаях КСВ единица практически. Лепесток 1 и вот классическая абсолютно диаграмма направленности для волнового канала. То есть, ну, правда, угол достаточно большой. Ну-ка, от 55 до 110 градусов, да? 110 градусов уже усиление. Ну, в принципе, неплохо. Можно сделать диаграмму направленности более вытянутой. Без проблем. Для этого нужно добавлять директора и увеличивать длину бума. Вот и все. Если вы не ограничены ничем, скажем, можете уместить 10 метров, то есть, целую лямбду. Не как я, вот, поставил себе ограничение. Не более 5 метров между рефлектором и последним директором. Если задаться целью, скажем, 5 метров, то там, о, 10 метров, то, наверное, элементов 7 можно будет разместить. Не знаю. Вот попробуйте. Попробуйте для себя. Я думаю, что у вас все получится. Не бойтесь экспериментировать. 50-ом-ом говорим, что у нас вот, да, у КСВ-2. Мы говорим, что у нас есть только баллон, 50-омный кабель, там какая-то, ну, фиг его знает, электрическая или даже такая же алюминиевая труба, 5-метровая. И много, там, 24-миллиметровых алюминиевых труб. Мы вот, 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 все, что у нас есть, вот, нам больше ничего не надо. Прям бац-бац и... И все. И вот КСВ-тыры-пыры, бах, всего 25-ом, на высоте 5 метров, 12 децибел тут, наверное, или сколько там, 11 было. Ну, 12 децибел мы можем добиться. При фронтбэк 25. Это неплохой результат. Во, 25 ровно. Да, ну, реальных децибел здесь будет чуть меньше 10, ну, и 25 фронтбэкл. Куда? Куда лучше? Не знаю. Вот, и вот, понимаете, да, и я вот-вот искренне недоумеваю, я каждый раз это говорю, ну, неужели... Нет, то есть я понимаю, кому-то не хочется даже голову ломать, но обратите внимание, я меньше, чем за час с нуля построил модель антенны со всеми выкладками. Полностью готовые расчеты, абсолютно. Хе, кстати, обратите внимание, опять третий провод, третий-четвертый элемент снова оказались задом наперед. Ну, и фиг с ним, это не важно. Вот, то есть все, вот они готовые расчеты. Вот тебе координаты на буме, где какие отмечать, вот тебе длинные, ну, в два раза умножь вот это вот они-они. Ну, или просто сложи по модулю. Все, ну, все же, елки-палки. Окей, вот, 24-миллиметровая алюминиевая труба. Все, у тебя все есть. Даже коэффициент укорочения для каждого элемента, он рассчитан правильно уже. Все есть, абсолютно все есть. Остается только прикрутить это все к буму. И все. И полностью готовая работоспособная антенна. С предсказуемой диаграммой направленности, с предсказуемым усилением. Я думаю, что вот если вот мне вот прямо сейчас взять там, во сколько мне это обойдется? Ну, тысячи три-четыре, наверное, рублей. Не важно там ситуация в мире, экономическая обстановка и так далее. Ну, три-четыре тысячи рублей, я уж думаю, я найду вот эти шесть там пятиметровых труб. Четыре даже. Четыре пятиметровых трубы. И плюс еще одна труба на бум. Ну, или не труба, а профиль. Да фиг с ним, господи. Хоть деревянный дрын. Вот. Я уверен, что вот это будет гораздо дешевле, чем четырехэлементный монобендер на 10-метровый диапазон в любом магазине найти. Я думаю, что он никак там не меньше 10-15 тысяч будет стоить. Вот. То есть надо понимать, какая это огромная экономия. Ну, я уж не говорю о том, что, в принципе, такие антенны можно делать даже из проволоки, как ни странно. И многие это делают. Если вы поищите антенна, волновой канал и зудочек, поищите, вам понравится. Более того, можно вертикально. Это вот в данном случае мы имеем дело с горизонтальной поляризацией, да. А теперь давайте мы представим, что вот, ну вот да, вот как оно смотрится. Вот снизу мы на нее смотрим вот так вот, и она вся такая красивая, и вот так кабель идет. Это все, конечно, здорово. А что будет, если мы повернем ее вокруг, так, вокруг какой оси, вокруг оси Х на 90 градусов. А что будет, если мы ее, например, разместим вот так? А ничего не будет, ничего не изменится, в принципе. Ну, кроме того, что высота немножко тут меняется, да. И для 5 метров она, наверное, ругнется, да. Для 5 метров она ругнулась, но сопротивление не изменилось. И диаграмма направленности, конечно, это вертикальный волновой канал-то уже получился. Не надо путать, то есть горизонтального излучения нет. Вертикальное, оно все вертикальное. Вот. И, соответственно, в 3D виде диаграмма направленности тоже изменилась. Почему? Потому что вертикальная антенна, видите, да. Но, опять же, можно с вертикальной диаграммой, можно играться. Кстати, можно играться точно так же. Но прикол в чем? Что у нас изменилось? Ну, давайте, вот, пусть будет 10 метров. Будем считать, что... Нет, не 10, 5, правильно, 5. Допустим, у нас есть 5-метровые удочки. Не, ну не 5, там 7-метровые удочки. И мы можем на этих удочках из проволоки сделать вот такие антенны вертикальные. А все, что остается сделать, это просто воткнуть их в землю. И все, и у нас готовая направленная антенна. Ну да, пусть она вот так вот, не хватая звезд с неба, но у нее есть усиление, у нее есть фронт-тыл. И, опять же, еще тут надо пооптимизировать. Обратите внимание, я же ничего еще не делал. Я просто повернул антенну. И все. Ну, даже ради интереса просто запустим оптимизацию, посмотрим, можно ли что-нибудь отсюда извлечь. Я уверен, что можно. Ну, правда, фронт-тыл падает. Сопротивление изменилось. Ну, наверное, не очень. Но, тем не менее, это возможно на 100%. Тут даже сомневаться не приходится. Вот. Понятное дело, что рано или поздно, вот, мы видим... Ух ты, что-то тут помен... Ой, манагал, я не могу. Эка я расколбасила. А, ну, конечно же. Я же поменял углы. Я поменял углы излучения. Ой, ну, ладно. И вот, кстати, это еще один повод. Почаще сохраняйтесь, мало ли что, накосячите. Дело в том, что параметры оптимизации я не менял. А здесь же имеет значение, в том числе, интервалы и координаты Y. А координаты Y 0 же получились у нас практически. И вот, поэтому ничего удивительного, что... Ну, потому что вот, координаты от 0 до Y, да, понимаете? Вот так вот раз, и координаты Y 0, Y 0 получились. Вот, если посмотреть сюда. Вот он их обратно-то и растянул. Ну, вот. То есть, немножко не те параметры здесь надо оптимизировать. То есть, здесь надо оптимизировать уже Z. Вместо Y надо было заменить оптимизацию длины по Z. Потому что я изменил координаты проводов. То, что было Y, стало Z. Вот. Ну, тем не менее, вот, видите? И всё равно, вот, мана попыталась как-то оптимизировать это всё. Оно начало играться длиной элементов. Также по оси Y. То есть, вот так вот, так вот, так. И вот нашла даже какое-то положение, где что-то там возможно. Нет, ну, а что? Это вполне себе реально. Ладно, господа, не будем заниматься такой ерундой. Занимайтесь. Занимайтесь антеннами. Стройте, конечно же. Я считаю, что это, наверное, лучший способ сэкономить деньги и развлечь себя. Более того, следующий ролик. Я очень надеюсь, сейчас погода немножко нормализуется. Дело в том, что я нахожусь в отпуске. И в ближайшее время мы с вами сделаем ровно ту антенну, которую, ну, не то, что я оптимизировал, не то, что я показывал, вот, я её не показывал. Вот, теперь показываю. Это моя антенна. Вот, смотрите, фигак, полтора КСВ на частоте 14-150. Фронтбэк мне не важен, усиление очень хорошее. А диаграмма направленности вот такая. Причём достаточно дальнобойная, если так вот посмотреть. Она не особо-то и в зенит лупит. Ну, на 20-ке она очень даже не чёток дальнобойная антенна. А фокус в том, что это дельта. И не просто дельта, а дельта вот такая вот прямоугольная и запитанная в прямой угол. И чем она хороша? Хороша она тем, что у неё КСВ везде. Это вот мои реальные параметры. КСВ везде лучше двух, по-моему, если мне память не изменяет. При вот такой вот конфигурации. Ну да, 3650, а там дальше 3750. Тут, конечно же, уже, но это ерунда всё. Слишком большой диапазон для такой антенны. 1,4. Ну, 150 мы видели. 21,200 нет, если мне... А, да, работает 24,900, по-моему, тоже работает. Да, работает. Ну и, конечно же, 28,200. Там в цифровую часть я старался попасть. 28,500 нет. Но, тем не менее... Ой. О! Именно эту антенну я изо всех сил буду стараться. Да. Я старался попасть в цифровой участок. 28,074. Просто для того, чтобы он был более-менее приемлем. Да. Вот куда-то вот сюда вот. Телеграф на цифровой участок. Но это особого значения не имеет. Всё это подгоняется. И усиление неплохое. Всё достаточно хорошо. И диаграмма направленности, опять же, очень упоротая. Но, тем не менее, это многодиапазонная... По-моему, для пятнашки оптимальная она. Нет. Для пятнашки она не оптимальная. Она оптимальная вот на двадцатке. Вот как один из самых интересных диапазонов лично для меня. А тут я старался вот, чтобы оно вот было именно таким. На 14... 14,50. Во! 11,3. Нормально. Вот я старался сделать именно вот такую антенну. Вот. И мы с вами её будем вешать. Мы её изготовим. Пойду отмерю. И обратите внимание, помните, я говорил, вот питание в угол. Дельта, да? Восьмидесятка. Вспоминаем коэффициент удлинения. Значит, 25 ровно. 25 ровно. Вот. 35,3. То есть, 65 и... Ну, 65,4. О, 85,4. Ну, на самом деле, может быть, имеет смысл сделать побольше. Опять же, около 86 метров длина антенны должна быть, а не 84. И уж тем более не 80. Коэффициент удлинения действует всегда, действует везде. Всё, друзья мои. С вами был Бутылкус. Личный позывной радио. Третий. Павел Леонид Николай. Всем удачи. Творческих успехов в моделировании ваших антенн. И, конечно же, непременно воплощение их в железе. И пусть они вас радуют очень долгие годы. Побольше децибел вам в антенну и долгих лет жизни. С вами был Бутылкус. Пока.